Тема часа железнодорожная компетенция в рамках чемпионата WorldSkills. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Мы сегодня говорим о компетенции технологии железнодорожного транспорта. Давайте вот некий такой ликбез приведем. Во-первых, как появилась эта компетенция, что послужило триггером к тому, чтобы она появилась. Разберемся, есть конкурс национальный внутренний в России, а есть уже как бы международный этап. В рамках этой компетенции вы участвуете внутри российском конкурсе и выходите на международку или же как-то наоборот? Прежде всего стоит сказать, что Российская Федерация уже не первый год участвует со своими сборными в данном чемпионате. Это международный чемпионат движения профмастерства. Прежде всего, оно направлено на среднепрофессиональное образование. Целью служит инновация, изменение учебного процесса и повышение уровня тех работников, тех студентов, которых мы готовим для железнодорожной отрасли. Данная компетенция, она новая, учреждена первый раз и сразу вынесена на международный чемпионат. Почему так? Вообще такое возможно? Такое решение приняли организаторы. Планировалось, что в 2021 году мы уже будем участвовать с нашими конкурсантами, но в связи с пандемией чемпионат был перенесен ровно на один год. В Шанхае на 2022 год? Да, абсолютно верно, на 2022 год в Шанхае, в Китае. На сегодняшний момент вы тренер национальной сборной? Да, я являюсь главным тренером национальной сборной по данной компетенции. По данной компетенции. Значит, минуя внутренний отбор, вы поедете в 2022 году в Шанхай. Подготовка какая сейчас? Ну, прежде всего стоит сказать, что это целый цикл тренировок. Они распределены весь год. Цикл идет трехнедельный, с одной недели перерыва. Мы проводим на разных локациях. Это обусловлено тем, что тренировки должны производиться только на подвижном составе, на самом современном. Мы считаем, что в Российской Федерации у нас есть преимущества. У нас довольно разнообразный ряд современных электропоездов. А, то есть они вот ласточку тоже изучают, да? То есть можно разобрать, собрать условно? Да, абсолютно верно. Мы выбрали, что мы будем двигаться по пути ласточки. Почему ласточка? Почему ласточка? Ну, российские железные дороги, как заказчик и как, скажем так, ведущее предприятие в этой отрасли, распространяет этот подвижной состав по всей территории Российской Федерации. Ну, основными триггерными точками являются Петербург, Адлер и Москва. Мы тренировки проводим в основном на базе Москвы, Петербурга и еще в Адлере планируем. В ДПО в каких-то получается, да? Абсолютно верно, да. В ДПО, который входит в состав дирекции скоростного сообщения РЖД. Вот. Нашим партнером при проведении тренировок является компания «Сименс», да? Потому что именно она проводит, она имеет контракт с российскими железными дорогами на сервис электропоездов. Вот. И так получается, что мы бываем либо в одном городе, либо в другом. В основном пока Москва-Петербург, но дальнейшее планируется также в Адлере. Вы сказали, что подготовка растянута на год. То есть, правда, в течение всего года надо чем-то заниматься? Или можно вот эти три недели там отходить с перерывом в одну неделю и как бы достаточно знаний, чтобы потом в 2022 году выстрелить? Нет, это немножечко не так. Цикл тренировок, он интенсивный. Мы составляем план на каждую тренировку. В течение тренировки у нас идет интенсивная работа на производственной площадке, конкретно на электропоезде. Есть теоретический курс, есть практический курс. Период между тренировками. Наши конкурсанты, они же, помимо всего, учатся. Вот вопрос как раз был безотрывно или... Безотрывно. Это абсолютно безотрывно от производства. И те ребята, которые были отобраны, у них очень хорошее знание и уже есть опыт участия у многих в чемпионате WorldSkills. Как и в международном, так и во внутрироссийском. И на них налагается дополнительная ответственность. Они должны успевать и поддерживать высокую успеваемость в техникуме, а также иметь хороший успех у нас. И как справляются с такой нагрузкой? Ну, справляются хорошо. Поначалу, конечно... Тяжеловато? Было тяжеловато, да, но я считаю, что ребята хорошо вписались. Здесь и помогают учебные заведения в том плане, что они не снимают с них ответственность. Переживают, я так скажу, постоянно курируют ребят и поддерживают их и морально, и оказывают дополнительные консультации. По крайней мере, так делает наш университет. Вы сказали, ребята, которые были отобраны. Да. Каким образом проходил этот естественный отбор? И, собственно, про каких-то вы сказали, что они там уже принимали участие. Есть ли какое-то право привилегии, что если я был участником, то меня точно возьмут в эту сборную? Конечно же, учитывалось, несомненно, принималось внимание, что ребята уже имеют опыт в WorldSkills. Это важно? Это важно. Потому что, ну, скажем так, они уже обкатались и имеют некий опыт. Но прежде всего мы рассматривали их знания, которые они получили в техникуме. А как вы смотрели на их оценки? Это было некое тестирование. Была составлена специальная программа, они отвечали на вопросы. Потом был очный тур. Вернее, он был в любом случае очный, имеется в виду, что была непосредственная беседа с потенциальных конкурсантов, выдвигал учебное заведение. То есть мы пошли по следующему пути. ЦКадр в лице РЖД распространил эту информацию среди техникумов по всей стране. И учебное заведение выдвигали конкурсантов. Выдвигали конкурсантов. Естественно, они, как бы, каждый, я считаю так, ну, по крайней мере, как у нас в университете, проводили отбор. Ну, это логично. И лучших присылали. Их было 38. 38. Далее, в Москве, на территории ДПО Подмосковной, это московская дирекция красного сообщения, был отбор. Был отбор как теоретический. После этого был отбор при помощи заданий, которые мы подготовили и результативность оценивали уже непосредственно на электропоезде. Это практическая часть. И далее также была работа непосредственно с психологами, потому что тоже очень важный фактор. Ребята должны готовиться год, а то и более. Они должны работать в команде. Психоэмоциональное состояние конкурсанта — это очень важно. Мы стараемся его поддерживать. То есть все эти 38 поедут в Шанхай? Нет. Их было 38. Из 38 было отобрано 6. 6 человек. Всего 6 человек. Это расширенный состав. В Шанхай поедет двое. То есть между ними создается конкурентная среда? Абсолютно. Абсолютно. А вы говорите про командный дух? Командный дух должен быть в любом случае. Командный дух между ними присутствует и сейчас. Но потихоньку развивается определенная конкуренция. Чем сейчас эти 5 человек занимаются на данном этапе? Ребята сейчас находятся в Санкт-Петербурге. У них идет очередной этап тренировки. Начинает тренировка. На базе ДПО «Металлострой». Это северо-западная дирекция скоростного сообщения. С ними работают наши коллеги, еще раз повторюсь, из компании «Симец» в том числе. Это по теоретической части, а по практической части они непосредственно с действующими ремонтными бригадами работают в цехе ремонта. Хорошо. С точки зрения международной повестки, вы понимаете, что им предстоит делать, что им предстоит увидеть, какие умения, знания, навыки показать в Шанхае? Ну, вот так в общем и целом. Соревнования будут проводиться по основным четырем модулям. Это тележечное оборудование, двери, токоприемник и система диагностики. Плюс также предъявляются требования, высокие требования конкурсантам по знаниям электрического оборудования, высоковольтного и низковольтного. Поэтому мы стараемся всесторонне подойти к подготовке. Мы стараемся дать, еще раз повторюсь, и электрическую часть, мы стараемся дать и системы комфорта, климатическое оборудование, топление и так далее. Дмитрий, и последнее. Понятное дело, что еще предстоит колоссальная подготовка, но все-таки 22-й год не за горами. Если конкурс состоится, если все будет хорошо с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции, с точки зрения знаний, умений, все, что вы видите сейчас, то, что ребята проходят эту практику в ДПО. Как вы думаете, я не хочу сказать, что победят или не победят, а вообще шансы очень высоки. Ну, мы перед собой ставим довольно, я считаю, реалистичные цели. Может быть, они кому-то покажутся амбициозные, но мы претендуем на место в первой тройке. Это в любом случае. Я не думаю, что те знания и компетенции, которые мы можем приобрести у нас, они будут хуже, чем у наших, так сказать, конкурентов или наших коллег из других стран. Насколько мне известно, заявки поданы порядка из 18 стран. 18? 18 стран, да. Там будет в том числе и Европейский союз, там будет и Китай, безусловно, хозяева чемпионата. Вот. Ну, повторюсь, за последнее время мы серьезно расширили линейку подвижного состава, он сильно обновился. И тот подвижный состав, который мы имеем в Российской Федерации, ничем не хуже. Не уступает. Абсолютно. Он ничем не уступает. Если у нас есть Сапсанта, в Германии есть и ЦЕ3. Для городского движения, если мы имеем Ласочку и Волгу, абсолютно сопоставимый тип подвижного состава есть за рубежом. Поэтому мы бьем на то, что должны ребят учить на лучшем, то, что у нас есть, да. То, к чему мы их готовим, ребята смогут без труда собладать с конкурсным заданием. Спасибо огромное вам за это интервью. От себя лично желаю, чтобы все-таки ваши ожидания обязательно в 2022 году в Шанхае оправдались. Победа вам и успехов. Спасибо. Спасибо.